Еще не успели дойти, а уже чуть не успели сломать ноги себе. Стратегически важная женская консультация. Ну, потеряй номерок, не выпустят потом нас. Катерина Кашурчик с программой «Проверка». Эта проверка впереди у нас с вами главный женский праздник. Ну и значит, серия эта тоже будет особенная такая. Между нами девочками идем проверять женскую консультацию, на которую очень много жалоб. И первая жалоба встречает нас не то, что на пороге, а еще даже за территорией. Мы на Коломенскую приехали, и этот адрес знает каждая девушка, которая была в положении, потому что сюда отправляют абсолютно всех. И припарковаться здесь тем, кто приезжает, ну просто негде. Здесь такая ситуация всегда, на нее жалуются. Парковка не предусмотрена, и машина постоянно стоит в два ряда. За отсутствие парковочных мест сразу минус. Очень много жалоб на отсутствие нормальной навигации в этом важном для каждой девушки-женщине медицинском центре. Ну вот мы заходим на территорию, нужно разобраться, куда идти. Сюда же привозят еще и грудничков на обследование. Тоже, когда они совсем еще маленькие, сюда же беременные ездят со всего города. Ну и вот УЗИ беременных, УЗИ детей вроде как развели по стрелочкам, а вот все отделения, где какое, теперь останется тайной, потому что порвали баннер, потому что его чинить никто не собирается. Что там было консультативно какое-то там на четвертом этаже, непонятно. И внутри говорят тоже так просто и не разобраться, кому куда идти. Ну мы-то разберемся. Еще не успели мы дойти, а уже успели поставить, во-первых, третий минус, а во-вторых, практически успели поломать себе ноги. Вроде бы следы какой-то подсыпки здесь есть, но действительно очень и очень скользко. Много вот таких вот ледяных фрагментов, а с учетом того, что девушки сюда идут в положении, очень часто на позднем сроке беременности, когда не видно, что там под ногами-то происходит, ну прям хотелось бы посыпать получше. Сразу на входе ситуация с навигацией, конечно, гораздо лучше. Есть здесь объявление о том, что гардероб и лифт находятся на втором этаже. Здесь это тоже продублировано, что все это на втором этаже. Один вопрос, а почему лифт начинается только со второго этажа, если снова мы говорим о беременных со всего города, которые должны сюда приехать, еще должны открыть эту дверь как-то? Скажите, как вам подниматься на второй этаж пешочком? Вот я поэтому и помогаю. Вот, хорошо, что есть мужчины. Вот перед 8 марта еще раз приятно об этом напомнить. Надо, чтобы помогали. Не тяжело вам по лестницам перемещаться? Нет. Нормально? Тренируешь. У всех тут сплошная тренировка. Так приятно не только в частных клиниках, но и в государственных встречать вот такие вот таблички о том, что клиника у нас входит в топ-10 по Красноярскому краю. Это именно по отзывам пациентов. Это не просто так. Вот это о многом говорит. Когда поднимаешься на тот самый второй этаж, пока еще пешком по лестнице, ты встречаешь сразу здесь же гардероб. Гардероб, не сказать, что прям большой. Какой-то, я думаю, в утренний час пик, когда все сдают анализы, здесь прям сильно плотненько. Вот лифт и вот сразу навигация, где куда кому идти. Но эту табличку, что здесь есть лифт, я бы повесила куда-нибудь вот туда, потому что очень часто, я по обращениям от Красноярок это тоже поняла, сдали вещи в гардероб, обернулись, ну как бы возвращаются на лестницу, а идти, например, на пятый этаж с вот этим вот пузиком. Это всегда очень некомфортно. Лифт есть. Я даже знаю пару историй, когда те, кто поднимались пешочком, не зная, что здесь есть лифт, потому что навигации совсем мало, потом приходили и не могли нормально давление им померить, потому что там такие показатели. Первый скрининг у нас 12 недель. Пока нет живота, смотрите под ноги и делайте выводы на будущее. Лифт есть. Лифт есть. Поэтому то, что они ходят и на четвертый этаж, это всю беременность. Я вам честно скажу, я сама ходила к вам беременна и не знала, что тут есть лифт. Честное слово. Я ходила пешком на пятый этаж. Ну, все знают, что есть лифт. Чтобы точно у всех была эта инструкция, как найти лифт. Вот он, гардероб за моей спиной. Идете не на лестницу, а идете вот сюда. Да, и здесь есть лифт, и он такой прям уж вместительный, с лифтером. Здравствуйте. Мебель, я думаю, да, у вас тоже уже подустала за это время. Вам ее вообще никогда не обновляют? Ладно, что она дырявая, это еще не так страшно. Страшнее, что она вот так танцует, и улететь с нее тоже можно. Это пол танцует? Это пол танцует. Вот так обычно мы приходим в такие клиники узнать пол ребенка. Узнаем о том, что пол здесь свой, и он танцует. К полам тут, правда, очень и очень много вопросов. Они много где уже неровные, много где требуют ремонта. И снова вспоминаю о том, как непросто иногда смотреть под ноги посетительницам. Понимаем, что нужно быть здесь супер-мега внимательным. А еще было бы классно, если бы здесь когда-нибудь произошел долгожданный ремонт. Если бы он еще и с освещением сюда пришел, было бы хорошо. Очень такое все темненькое, печальненькое, приглушенное. Я же обещала, что серия будет такая между нами, девочками. Вот когда сидишь в очереди, и ты при этом в положении, вполне возможно, что наличие туалета рядышком для тебя, оно немножко даже важнее, чем в обычной другой жизни, когда ты не в положении. Главное, что санузел здесь есть. Неприятный запах, правда, тоже есть. Может быть, это связано? Нет. Работает унитаз вполне себе. И горячая вода, которая тоже должна обязательно быть, ее наличие мы проверяем. Проверяем. Да, я дождалась. Горячая вода есть. А вот с мылом, мылом как-то обделили, да? Нету, нету ни капельки мыла здесь. Зато есть сушилка, она работает. Мыть нечем, сушить есть чем. Такая ситуация, что с освещением, что с мебелью и ее состоянием, она у нас, к сожалению, по всей консультации. Мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь общий прием идет не только для беременных, но и просто для тех, кто обращается в консультацию. Вот даже, между прочим, психолог работает, тоже очень важная функция для каждой женской консультации. И ее наличие здесь тоже важно. Ну и везде как-то страшненько. Что-то мне у вас страшненько. Как обстановка? Не пугает вас вот этот приглашенный свет, эти работающие лампочки, как пугают меня? Да не знаю, я на это не обращаю внимания. Главное фокус внимания. Обращать или не обращать? На свет, на лестнице, на лампочки, на все. Знаете, здесь очень красивые картины висят. Можно на них обращать внимание, отвлекает хорошо. Иду-иду я по коридору и вижу какую-то магическую надпись «Чистые бахилы». Бахил под ней нет. Я заметила, что в гардеробе бахилы не выдают. Надо приходить со своими? Мы не требуем бахилы. Бахилы выдаются. Это процедурный кабинет. Перед входом выдают. Перед входом их ставят сюда чистые бахилы только для забора крови, когда женщины проходят процедурный кабинет. А сегодня нету забора крови? Уже кончилось. В 10 часов. Будет кровь, будут бахилы. Без бахил вы не останетесь, да? Это запасы бахил? Ну-то выдали нам на определенный большой период. Все, я теперь не переживаю, что бахил кому-то не хватит. Вот сейчас мы пришли как раз на пятый этаж, где проводятся обследования. Уже обследование всем беременным девушкам Красноярска. Каждый в свою дату назначают. И здесь, между прочим, как раз бахилы-то и есть в свободном доступе. Все это в наличии. Как вы думаете, на что жалуются ваши пациентки? Почему нас к вам прислали? На что? Угадайте. Наверное, невозможно записаться на ОЗИ. Говорят, что дозвониться вообще невозможно, то есть трубку просто не берут. После 7.40 утра это в принципе невозможно. В 7.40 утра у нас идет оформление карт электронных. И все женские консультации города Красноярска знают, что к нам нужно звонить с 11 часов, что до 11 наши администраторы заняты. Проводим эксперимент, стоим в двух шагах от регистратуры и звоним в регистратуру. Здравствуйте. А подскажите, когда на скрининг можно записаться? Сейчас можно записаться. А на... У вас направление есть женские консультации? Да, да, да. Главное, туда ушел сотрудник ваш, и быстро взяли трубку. Что-то очень долго ничего не происходит. Здравствуйте, еще раз, извините за задержку. Записаться, да? Ага, а по датам? На направление с печати есть, да? Ага. Хорошо, спасибо, я перезвоню. Нет, давайте я вас сейчас запишу. Здравствуйте, еще раз, теперь я буду второй раз с вами здороваться. Это проверка новостей ТВК, мы стоим в двух метрах от вас, и мы проверяли, насколько быстро можно дозвониться, и вы прошли проверку. А, спасибо. До свидания. До свидания. Мне кажется, еще минуты две, меня бы уже точно куда-то записали на скрининг. Пришлось бы организовывать беременность. Очень часто мамочки приходят сюда еще и со старшим ребенком, которого некуда оставить, понятно, а сюда приходить нужно обязательно. Хорошо, что для малышей есть детский уголок. Не сказать, чтобы он какой-то, ой, был богатый или доброжелательный, миролюбивый, но какие-то игрушечки здесь есть. Хотя бы есть столик, где можно, даже если с тобой что-то ты принес, ребенка усадить, дать ему раскраску или дать ему книжку, почитать за вот этот небольшой организованный уголочек. Хочу поставить плюс. Очень часто у нас не хватает такого в медицинских учреждениях государственных. В отделении, как раз где делают УЗИ всем беременным девушкам Красноярска, это тот самый скрининг. Конечно, с мебелью дела обстоят получше в плане мягкости. Здесь уже не лавочки, а полноценные диванчики. Но по их усталости, конечно, уже хочется сделать вывод, что пора бы на замену, пора бы подарить такому важному медицинскому учреждению такие важные, мягкие, хорошие диванчики. Как думаете, здание, помещение удобное, с учетом лестницы на второй этаж? Есть ли какие-то в этом плане сложности? Да нет, в принципе, по лестнице всегда полезно походить, больше двигать. Главное, потом не родить после этого. Лифт есть, кому тяжело подниматься, он всегда может на лифте подняться. Расскажите, пожалуйста, сколько времени дается на один прием, на то самое важное УЗИ, на которое сюда все приезжают? Мне написали, что времени, на самом деле, очень мало, порядка пяти минут, и часто ты не успеваешь одеться, а уже зовут следующую девушку, и это некомфортно. Сколько времени есть на прием? Давайте расскажем наше расписание лучше. Пациентки неправы, конечно, сейчас немножечко вам покажем. С восьми часов, да, появилась пациентка на 8.05, но, к сожалению, не... Подождите, это не прием дается. Вот, допустим, на завтра запись сделана. Ну вот, подождите, вы открыли на сегодня, вот на 9, а вот на 9.05. Можно я поясню, да? Давайте, ну не перелистывайте, откройте ту. Теперь мы открываем резервный кабинет, который, к сожалению, у нас есть. Почему к сожалению? Потому что количество врачей у меня гораздо меньше, чем количество пациенток, которым нужно провести обследование. Вот на завтра в резерве женщина. То есть вам не хватает врачей? С шесть рабочих кабинетов у меня работает пять врачей. А вот этот резерв, это все завтра придут? Это завтра придут, резерв, да. А, ну вот у них тут 10 минут между пациентами, 5 минут между пациентами. Здесь просто записывают регистратор, он даже им время не указывает, потому что они все должны пройти вот в этот период у нас. То есть все записаны у нас на каждые 20 минут, но еще у нас есть 12 человек, которые должны между ними успевать. Ну вот от этого и дискомфорт, и переживание. Ну, к сожалению, у нас другой возможности нет. Не взять пациенток мы не можем. Понятно, что и не взять не можем, но и обеспечить пока не получается тем самым временем, которое необходимо. Если вдруг есть специалисты, которые хотят здесь работать, знаете, что вы здесь очень нужны, потому что по пять минут на полностью обследование УЗИ с одеваниями, раздеваниями беременной девушки, это, конечно, я понимаю причину этих жалоб. Жалобы подтвердились, причина этих жалоб ясна, но очень хочется, чтобы они дальше и разрешились как-то эти проблемы для того, чтобы вопрос снять. Мы специально нашли самое светлое место, потому что в коридоре просто невозможно, ничего не видно для того, чтобы соблюсти свою давнюю традицию. Каждый раз, когда мы оказываемся в медицинском учреждении, обязательно я прихожу сюда не только с жалобами, но и со словами благодарности от пациентов, которые мне написали, рассказали и попросили передать те самые слова благодарности. Итак, врач резвых, поправляйте меня, если это... Хорошо, женская консультация. Татьяна Александровна Резвых, Долгачева, Рихау, Лапшина, Беляева, Уварова, Алиева, это все те люди, которым просили передать слова благодарности, которые трудятся здесь и в женской консультации, в отделении УЗИ-диагностики. Вас ценят и даже по темным коридорам идут к вам. Так вы, Беляева? У меня пациенты, можно я пойду? Спасибо вам большое, сразу видно хорошего специалиста. Не надо мне лавры и благодарности, нужен пациент. Вот, за это еще отдельный плюс. Потом в сюжете все узнаете. Спасибо. Мне присылали благодарности, в том числе и в адрес руководителя. Это очень приятно. Который помог разобраться с моментом недопуска папы на УЗИ. Правда ли, что папу вообще не пускают на УЗИ вместе с мамами? Смотрите, мы работаем в системе ОМС. В системе... Вы сказали, как приговор сейчас, это плохой диагноз. В системе государственных гарантий. Врач проводит очень сложное ультразвуковое исследование. Сегодня врачу в ранние сроки беременности необходимо диагностировать сложные пороки развития, в том числе и пороки сердца. Папы, как правило, не являются врачами ультразвуковой диагностики. Чаще всего так совпадает. Наличие вообще лиц, которые в кабинете дополнительные, они, ну, врачу мешают просто. То есть это прям запрет? Это не запрет, это не входит в программу госгарантии. Сколько мы ходим и по консультации, по отделению УЗИ, ходишь и действительно, вот я даже не знаю, вида по мне или нет, уже такая спарина появляется, очень душненькая. Про это писали пациенты, но пациентки, которые на это жаловались, говорили, что везде закрыты ручки, либо они скручены, либо не работают замки, что невозможно проветрить. А если вот так пациентке станет душно, она может открыть, проветрить? Может? Давайте, с вашего разрешения. Так, хорошо. Все это, по крайней мере, открывается. В общем, если что, не стесняйтесь, ищите то окно, у которого ручка не скручена. Мне разрешили, значит, и вам разрешат. Главное, цветочек убирайте подальше, то замерзнет. В завершении этой серии мы очень желаем этому медицинскому центру, включающему женскую консультацию и центр исследований, и УЗИ-центр, чтобы обязательно здесь появился косметический ремонт, чуть больше света и улыбок. Конечно, новая мебель, которая здесь точно давно нужна, но больше всего на свете желаем, чтобы здесь появились, как минимум, еще два специалиста УЗИ, которые специализируются именно на пренатальной диагностике. И тогда точно не будет жалоб на записи, которые задвоены, не будет жалоб на то, что ты не успеваешь только со своего приема выйти или одеться, а уже заходит кто-то следующий. Вот эти жалобы должны исчезнуть ради комфорта всех будущих мам. И я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашульчик, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова